Выпустили закрылочки, создалась щель на 15 градусов и берем рут вперед, держим курс. Александр Шевченко, промышленный дизайнер, живет в Цибанобалке. В детстве любил смотреть, как взлетают и садятся самолеты. Потом лепил их из пластилина. Когда стал постарше, начал собирать пластиковые модели. Лет 7 назад познакомился с авиаконструктором из крупного бюро, который проектировал спортивные машины. Сейчас работает дистанционно, также по авиационной тематике. Для себя решил собрать такой вот самолет с электромотором. Классический высокоплан, так как крыло находится сверху. В качестве материала двухслойная фанера, сосновая доска без сучков и немного ясеня для самых ответственных узлов. Дюралевые самолеты мы уже проектировали и чего-то делали, композитное делали. А вот для себя хотелось бы по классике, как дедушки завещали. Во-первых, это дерево, это работа именно теплая, то есть не надо надевать каких-то масок. Это обычный столярный клей, вот как композиты там. Это уже даже в гараже, это какое-то, ну пахнет промпроизводством, немножко не то. А здесь, ну, даже запах дерева просто обычный. Даже когда лазер выпиливает эти все нерверки, и то пахнет банькой. Особых проблем с информацией сегодня нет. Для профилей крыла есть специальные атласы-справочники. Проектирование, нарезка и сборка заняли в общей сложности около трех недель. На специальном стенде работы классиков, в их числе и 16. Он собран на деревянном каркасе, как и большинство советских истребителей времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарные Ла-5 и Ла-7. И парадокс в том, что у любителей запас прочности конструкции всегда выше, так как нет возможности кропотливо работать над весом каждой детали. Мы на вот этих балках танцевали в пятером лонжеронах, а тут их по два на крыло. С электроустановкой самолет сможет поднимать более 100 килограммов полезного груза. Время в полете с одним комплектом батарей около получаса. Однако конструктор считает, что этого будет вполне достаточно, так как автопилоты не предусмотрены, а управление самолетом для любителя занятия достаточно утомительное. По проекту скорость машины около 120 километров в час. Особой регистрации не потребуется, как и разрешений, если летать не выше 300 метров. Конструктор уверен, что первый полет – вопрос времени. Александр Ребекко, Роман Беркалеев. Анапа. Регион.